доброе утро друзья я когда проснулась думала у нас пасмурно но у нас не пасмурно у нас туманно вот такой туман у нас утра тепло так на улице хорошо вообще вы знаете я сегодня-то собралась по магазинам как всегда ходить а вчера слышу можете по телефону с кем-то разговаривать горит ну так завтра праздник все закрыто и так смысле как это все закрыто а он и правда же сегодня праздник да ну я такая потом спрашиваю чуть-чуть закрыт он такой нет ну типа вот лидл алькампу а вот эти все магазины большие открыты а еще знаете я вчера в общем муж говорит тоже а ты все равно можешь везде ездить куда хочешь в смысле нам же нельзя выезжать в за город за пределы города вот у нас до следующего понедельника вот так вот нас перекрыли только вот в город можем такой ну ты же частный предприниматель ты можешь поехать и сказать типа а ты за продуктами и я такая подумала блин а ведь правда если я часто мне об этом никто не запрещал в общем-то за продуктами мне надо там или там еще за красками ласками и меня действительно могу проехать но потом думаю я человек очень как это гражданин ответственный граждан ответственный вот вообще знаете я люблю жить по принципу а принцип у меня знаете какой живи так и обращайся с людьми так как хочешь чтобы они обращались с тобой не знаю как объяснила правильно неправильно вот ну например если я не хочу чтобы на меня ругался кто-то там плохо ко мне относился то я должна хорошо к людям относиться вот не ругаться там вот знаете быть ответственным вот если я хочу чтобы люди никуда не выходили там ну в том плане что господи как это объяснить чтобы они были законопослушными то и мне нужно закон тоже это соблюдать в общем да а если ну начинай в общем себя как бы так вот я хочу чтобы меня чарли любил потому что поэтому ему тоже очень сильно люблю иди целоваться где целоваться не хочет судра не хочет с утра целоваться вот видите я хочу чтобы он меня целовал и я его целую да да я хочу чтобы на мои встречи и на моей записи на работе никто не опаздывал я сама не опаздываю в общем как то так давать пример и брать пример вот так вот только в лучшем я даже чуть накрасила все равно пойду посмотрю может быть все таки не все закрыто может быть даже нифига ничего не закрыто посмотрим но естественно сначала прогуляюсь чарли на улице вообще никого нету все у нас если праздники то знаете такие затяжные то первый день праздника там все гуляют а на 2 у них наверное похмелье я так понимаю но думаю что так вообще вчера у меня мы с клиентами это переписываемся и вот я дочке от той бабушки который болеет ты заразой это спросил у нее как чувствует ее мама и было было представляете приятно удивлена я думала что если она заболеет что все то ей все кранты придет потому что у нее с легкими проблемы вот и она постоянно каждый год болеет там у нее что-то свое и она говорит нет мама дома дома лечится и говорит тогда я тебя сообщу типа в субботу придем мы к тебе или нет представляете то есть уже три недели она как болеет ну то есть я так понимаю что две недели в основном будут да люди болеют я сейчас к центру подхожу поэтому вот и то есть она идет на поправку бегать тоже легче поэтому знаете даже вселяет себя в меня оптимистические такие нотки потому что если уж она выздоровела то не все так плохо как рассказывает телевизор и в общем да очень рада потому что я действительно думала что она такая слабенькая что ей кранты придет ну нет так что вот так вот не знаю посмотрим открыто не открыто сейчас пошла свой пылесосить поле я мужу дала дала пылесос ему там что-то надо было пылесосить этот беспроводной и сейчас начала пылесосе думаю что-то не то достаю во-первых я вся в мазуте он там весь грязный во вторых фильтр весь сырой он пытался его помыть или что и мне об этом благополучно не сообщил старым фильтром нельзя пылесосить я ему отослала сообщение что ему больше никакие мои вещи не дам на что у него просто обычный ответ купи новый а меня это бесит знаете купи новый дело в том что бюджет-то он у меня весь да то есть если бы чем я на пылесос буду тратить я бы на какую-нибудь другую фигню потратил нет пылесос не сломался ничего вот этот магазин тоже открыт все сильно нормально просто я вовремя догадалась помыла побольше но ответ меня прям просто убил все больше ничего ему не дам с моего я знаете сопротивлялась до последнего он типа дай мне пылесос мне там какую-то штуку надо попали пылесосить я сопротивлялась горе ни хрена не да не зря сопротивлялась как чуяла я очень в китайском я знаете что хочу себе жилетку я видела что жилетки сейчас такие в моде и в общем это очень удобно и практичные тепленько и вот в обычных магазинах искала что-то не могла найти не так как они сегодня закрыты то пойдем по-китайским но здесь найти искать надо искать искать ну что здесь очень много всего весь алиэкспресс здесь много всего интересное такое платье и теплое 2650 вот типа жилетки но я знать во первых очень широко во вторых с горлом я хочу v-образное горло так смотрите какой комплект прям уже висит вот что она не примерь 13 евро мягкие такие классные на такой размер комод товарищ китаец там изговаривать на своем родном языке здесь также много всякой разной обуви мужская одежда ну вот жилетку даже смотрите пинджак какой симпатичный 60 евро 56 евро интересный за пиджак только ты детей этот отдел мужской но я почему-то не нашла меня есть еще один на примете магазин китайский тоже общем так там есть и домашняя одежда тапочки такой большой магазин китайский но я знаете не особо люблю здесь что-то брать потому что во первых все химическое смотрите курс во вторых до первой стирки ну дешево сердит как говорится трюселя еще можно найти симпатичный домашнюю одежду тоже можно нет можно найти хорошие вещи вот как говорится халат 17 евро вот цены тоже знаете в китайских вот за 17 евро можно найти не в обычном магазине а уж если поедешь в примарк то и дешевле найдешь а на новый год на рождество костюм себе нашла друзья какой этот или этот пишем в комментариях в чем не отмечать в этот новый год этот или этот а может быть вообще от снегурочка слушать какая прикольная штука прям на испанскую зиму испанская зима очень теплая но у нас что на улице 16 что дома 16 поэтому вот это вот халатик очень актуальный смотрите с варежками он может не вот в этом новый год отметить как вы думаете в общем жду ваших комментариев вот есть еще вот такой микки маус так всегда выглянуло солнце а я не взяла очки а я без очков вообще не могу ходить потому что такое солнце вообще прям слепит ведь хотела думала я валде за вы зашла кое-что там из еды купила а из одежды ничего не нашла фигня какая-то на постном масле какой-то козел стрельнул прям около нас смотрите как он трясется я 100 мячику ну пацана прям около дверей вообще дурдом меня не смотрит смотрит на кнопки дебилы прям вот тут совсем рядом как долбанет тут там ругается матом ругаются ну как вы уже поняли я дома пришла и вот струнули пришлось полежать чарли немного готовить сегодня не надо кроме знать хлеба хлеб мне нужно замесить хочу замесить его пол как это ржаной наполовину ржаном сделать попробовать для для тостов хлеб засосов закончился вот купила совсем немножко шпинат на завтрак колбаску вот такая это одна куриная другая вот это чопит до перу и франгут а какие-то не здравствуй ну в общем они разные потом разберемся чем из курицы из индейки колбаска тряпочки вот такие вот разные я не люблю большие тряпочки эти вот прям маленькие такие хорошенькие разноцветные яркие мужу купила вот такой мацапан ему нравится я вообще не люблю мацапан не знаю как его можно любить мне кажется он какой-то недоделанный сырой какой-то а себе пряники вот эти пряники просто обалденные очень вкусные классные алди и купила вот такую арахисовую пасту прям здесь смотрите арахис и все больше ничего нету вот кстати попробовала очень даже вкусно здесь не сахара ничего на общем и как это не буду готовить грибы вот такие взяла вот эти грибы просто нереально вкусные я их просто обожаю ну почему-то их отдельно нет не найду нигде не продают сейчас пожарю грибочки шашлычок наверное доем и бони ату сделаю себе бони ату батат тоже шайтан машину представляете сегодня вал зашла куда-то я вас повернула а там привозили робот как у меня вот и обычно его всегда расхватывают прям вообще потому что цена нормальная вот и а сегодня они все их даже мы можем о боже вот это запах леса детство осень хоть не делай из них ничего просто вот так сиди и нюхай мой какой кайф а потом вспомнила к нам же никто не может приехать и мы никуда не можем поехать поэтому два аппарата стоят в этом не нужны никому представляете никто их не выкупил обмотрели в нашем городе 60 тысяч населения многом из разных магазинов вот но из-за того что приезжают соседней деревне и вот так вот все хотя плиты ли было до хрена народу знаете прям очередь такая я хотела там кое-что взять но просто из-за одной фигни стоять в очереди нет пошла в алдель и вот там все набрала вот давно смотрела вы ели такую пробовали нравится вам я как-то все таки я их помою немного и пожарю и батат надо запихать шатан машина быстро делается и собрать все хлебушку бару забаться забаться лапару пускай опаривается вот такие вот у меня покупочки достала кусочек хлеба бородинского пахнет вкусно вот чем такие вот у нас дела напоследок надо такие духи сделать или хотя бы освежитель воздуха для кухни а почему кстати для туалета есть есть освежитель воздуха для кухни нету ой я вчера такой тиктук снимала оборжаться вообще если хотите можете меня поискать оксана позитив все также мне кажется очень смешно посыпала солью перцем потом разными приправами для овощей чесночок и вот так вот сейчас вот таким спреем маслом обрызгаю и отправлю в шайтан машину картошка фри да вот и пускай она там готовится все теперь приступаем к грибочкам а грибы просто без всего пожарю ну с приправками каким-нибудь вот мой обед нет кусок курицы остался грибочки батат но я его наверно весь не съем так что так немного всем приятного аппетита витаминная бомба готова мята черная смородина и вот это вот желтенькая как это не помню хлебушек отправляется в духовку так хорошо поднялся но сейчас он поднимается при помощи духовки нагреваю духовку до 50 градусов и отправляю туда этот хлеб потому что здесь уже как бы ему холодно не особо там с таким желанием поднимается но может быть еще из-за того что он ржаной я туда семечки добавила льняные мак должен быть хлебушку на утро мне на завтра смотрите мое богатство это не богатство это убирается сейчас лежала и вспомнила что у меня есть вот такая корзинка я раньше ее использовала для фруктов но она слишком маленькая для фруктов и в общем вкусняшки свои я вот там на холодильнике хранила а сейчас думаю вспомнила что говорю у меня же есть такая специальная штука она не специальная для вкусняшек но корзинка такая прикольная думаю вот я там все сложу все свои вкусняшки например вот этого кстати печеньки очень вкусные и очень сильно напоминали именно те которые я хотела вафлики это вот луку это вот в лидоле купила вот эти вот такие вкусняшки это как конфеты они вот так очень вкусные просто нереально вкусные глидоли такие вот кто хочет это просто вкуснятина бомба бомба потом вот эти пряники сегодня купила рафаэл камня что там еще дофига и больше а вот и вот так вот пускай все сложится и будет красиво и опять поставлю на холодильник чтобы муж не увидел что у меня столько вкусняшек хотя у него свои вкусняшки есть вот но он иногда и мои вот ест хлеб мой весь съел потом что он еще лукум вчера тоже раз пробовал говорит что такое вкусное я говорю а я такая с той сижу думаю а как я тебе объясню даже не знаю я даже не знаю из чего честно из чего сделал луку мне такая мы по-русски говорю рахат лукум он такой вот сразу понял я варну и слава богу как объяснить что такое рахат лукум рахат лукум машину я даже не моя просто ее салфетка протираю и усе и все замечательно хлебушек почти готов сейчас я его покажу такой хлеб получился пахнет очень вкусно посмотрю на вкус пшеничный очень вкусный даже пшеничной муки а вот я просто добавила сюда пополам напополам еще ржаной муки пахнет очень вкусно у меня сейчас будет кофе-тайм и пойду гулять чарли кстати смотрите какой у меня классный укроп классный а там мята который я щипаю каждый день смотрите как растет вообще супер я обещала вам сегодня сделать запеканку свою которую я делаю но я замутила другую вещь новый и спра испробую пробую пробую испробую в общем не знаю если получится вкусно будет то я поделюсь вот потому что непроверенными рецептами как-то делиться не очень хочется правильно ну по идее я люблю все знаете творожное поэтому вот должно получиться симпатично пробую вот а пока это будет все готовится сейчас я киви наверное съем на ужин всего вам самого лучшего встретимся с вами завтра я пошла умываться пока у меня в духовке там все лежит кремами мазаться всем пока пока пока